История Ветхий Завет, еще за 900 лет до этого события, здесь же, на огненной колеснице, умчался на небо пророк Илья. А единственным свидетелем этого вознесения стал его ученик Елисей. Елисей и Илья пришли сюда вместе. И Илья сказал, что его жизнь окончена, и он должен уйти на небо. И Елисей тогда попросил Илью передать ему двойную благодать. Ведь он знал, как трудно делать то же, что и Илья. И Илья сказал, ты получишь это, если посмотришь на меня, когда я буду подниматься на небо. Елисей, смотря ему вслед, воскликнул, отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. Поднимаясь в небо, Илья бросил Елисею свой плащ, даря ту благодать, о которой тот просил. Этим плащом Елисей тут же ударил по воде Иордана, река раступилась перед ним, и он перешел на другой берег. Так Елисей повторил чудо, которое раньше совершил Илья. И все, кто видел это, сразу признали в нем преемника великого пророка. Это было особенное время, когда народ Израиля разделился на два государства. Область Самарии и Иудеи. Государство израильтян и евреев. Два государства, две земли. Невероятно. И Елисей был пророком, который обходил государство израильтян. Еще когда он был в учениках у Ильи пророка, он понял, что надо действовать по-другому, не так, как его учитель. Илья пророк яростно обличал людей, которые оставили Бога. Но Елисей понял, если ты хочешь делать что-то позитивное, ты должен быть водой, а не огнем. Ты должен обращаться к людям с душой, а не с яростью. И это был его особый путь. Пророк Елисей слышит и мольбы простых людей. Он спасает их от болезней и нищеты, но делает это с особым назиданием. Например, он встретил женщину, которая сказала ему, «У меня совсем ничего нет, мне нечем кормить детей». И тогда Елисей сказал, «Пожалуйста, может, хоть что-то ты можешь найти?» «Да, у меня есть маленькая бутылочка масла». «Отлично», — сказал мой, «собери пустые сосуды у всех соседей». И она собрала. «Теперь возьми масло и начни наполнять им все пустые сосуды». Она наполнила один, второй, третий, и масло все не кончалось. И он сказал, «Теперь ты можешь продавать это масло годами». То есть ты имеешь силу в себе. Я помогу тебе, но твоими же руками. И это было характерно для пророка Елисея. Он и нам говорит о том же. Если хочешь помочь кому-то, не говори, я дам тебе. Смотри, что у него есть своего. В его теле, в его душе. И оттуда ты сможешь поднять его и построить его. Вот послание Елисея пророка. Когда пророк Илья, подобно Моисею, поднялся на гору Синай, чтобы узнать волю Божью, то услышал повеление пойти и поставить в пророке вместо себя юношу Елисея.